Наведывание Аллеи Героев у делу открытия выставы, присвеченный лагеру смерти Трастянец, с встречи с кировництвом Абл Ваканкама. Сегодня у Гомель приехал надзвичайный и полномочный посол Федеративной Республики Германии Петер Детмар. Подробностей в сюжете Марины Джалой. Первый объект подорожья по Гомеле, место гонору и смутку, мемориальный комплекс Аллеи Героев. В его центре скульптура солдата. По обоих двоих боков арки 44 памятные дожки с информацией про оборонцев Айчины, похованных в братской могиле. У ее останки 135 удельников обороны Гомеля в дневни 1941 года. Партизан подпольщиков. Тут же похованных и тех, кто в листопаде 1943 принес городу долгочаканную свободу. Посол Петер Детмар подчас интервью означает, что Аллея Героев – вельми крональное и достойное место для ушанования памяти загинувших подчас Великой Отчинной войны. И, наверное, вы знаете, что я в целом провел в вашей стране около семи с половиной лет, не считая двух лет перерыва. И я могу констатировать тот факт, что мы за этим семь с половиной лет действительно сделали многое для того, чтобы вместе вспоминать об этих событиях. И эта совместная память, она во многом сблизила нас, что меня очень-очень трогает. Я в особой степени благодарен за то, что, несмотря на все те жестокости, которые были совершены от имени Германии здесь на белорусской земле, то, что мы действительно были прощены. Ничего не забыто, но мы прощили. Потом делегация накировалась в выставочную залу Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны, которая приняла в дело открытие экспозиции «Лагерь смерти тростянец. История и память». На выставе представлены архивные документы, истории и вспоминные вязняв. Выстава подорожничая по Белоруссии и Германии уже два годы. Ее створение – выник международного диалога помеж историками Германии, Белоруссии и Чехии. Жихары Гомеля махчимость убачить модульную экспозицию отримали у першиню. Выставка построена на жизни конкретных людей. Мы видим войну, ужасы войны, не как статистику, а как конкретную трагедию отдельно взятого человека. А если вспомнить, вот помните, как пели песниры, что в каждой нашей семье плачут малые дети хатыни, то, мне кажется, для белорусов это особенно актуально. И хотя вроде бы выставка посвящена трагедии еврейского народа, то есть Холокост здесь, он доминирует. Мы знаем, что Тростянец – это огромный концлагерь. Но белорусы, наша страна, наш народ, потерявший каждого четвертого человека в этой войне, мне кажется, она очень хорошо помогает понять нашему подрастающему поколению то, что переживали наши предки. Лагерь смерти Тростянец был организованный под Минскому весну 1942 года и проясновал до липения 1944 года. Назва Тростянец объедула несколько мест массового знищения людей. Усего у них загинуло свыше 200 тысяч человек. Тростянец личится четвертым по величине лагерам смерти в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки. Наветать выставу и ознайомиться с ее уникальными экспонатами, журботными историями трагичных человеческих лесов и просто отдать Данину памяти загинувшим подчас Великой Чинной войны людям можно до 29-го красавика.